Когда кто-то любит то, что ты делаешь, это невероятно важно. Когда твои авторитеты доверяются тебе в разговоре, это бесконечно ценно. Но ничто не сравнится с тем, что кто-то думает о тебе. Маркетплейс, цветов и подарков «Флау Вау» поможет напомнить близким, как они вам дороги. Доставка от 30 минут. Промокод «КСЕНИЯ15» даст скидку 15% на первый заказ. Не нужно искать повод, он всегда есть. Вместе с «Флау Вау». Фильм, мне кажется, что он про молчание. Когда ты узнаешь, что кто-то злодей, не нужно молчать и нужно выходить. И не бояться показывать своё лицо. И не бояться говорить, что я жертва такой ситуации. Но я хочу предупредить всех остальных женщин о том, что я не хочу, чтобы такое случалось с моими сёстрами. Этот фильм про то, что не нужно бояться. Этот фильм про то, что это очень некрасиво. И этот фильм особенно знаешь про что? Про то, когда мы говорим другим людям, что с вами работает человек, который не в себе. Не нужно говорить ничего страшного. Он просто с нами работает, он просто с нами играет. Это фильм о том, что ты должна стоять за себя, и ты должна себя любить. За себя стоять. Девочка, стой за себя. Вот о чём этот фильм. Это история о тех фатальных рисках, которые регулярно встречаются в сфере онлайн-знакомств. Но отказываться от поиска своего партнёра в сети совсем не обязательно. Просто знайте, как и, главное, где знакомиться, чтобы ваша история не стала печальным поводом для нового выпуска. Мы с Твинби предлагаем пользователям узнать психологическую совместимость. Это реально работает. В приложении много опций для общения. Это очень важно, чтобы к моменту первой встречи лучше понимать, что за человек вообще сидит напротив. Берегите себя и свою психику вместе с Твинби. Приятного просмотра. Меня зовут Катя Добрякова. Я дизайнер одежды. История моя начинается с того, что я поступила в Строгановку на факультет графического дизайна. Со мной поступала девочка. Она была дочка продюсера, который продюсировал на тот момент группу «Сплин». И к нему приехала новая группа, никому не известная, B2 из Австралии. И нужно было сделать обложку для их альбома. И мы сидели на кухне, и я придумала обложку. Для альбома «Полковнику никто не пишет». Тогда в Россию пришла компания «Сонимьюзик». И они были первые, кто подписал с B2 контракт. И я очень была гордая тем, что в 16, по-моему, или в 17 лет, я подписала свой первый контракт с компанией «Сонимьюзик» на обложку, на оформление альбома, с которой я потом еще получала роялтис. Вообще музыканты – это моя слабость и страсть, потому что я всегда была заядлой меломанкой. Хип-папа моей подруги очень мне прививал классный музыкальный вкус. У него была огромная коллекция компакт-дисков, там, по-моему, 4 тысячи штук. И когда Васильев писал новые песни, Хип заезжал за мной, когда я жила с родителями, и мы с ним по МКАДу катались, и я слушала новые песни, одна из первых. Буквально в двух словах расскажу вам, кто такая Катя Добрякова. После обложек для популярных рок-групп Катя становится дизайнером одежды. Через некоторое время в Нью-Йорке и крупных городах Европы открываются шоу-румы с именем Катя Добрякова. Потом она продюсирует молодых артистов, открывает модную кондитерскую и закатывает в вечеринку для светской Москвы, где? В Макдональдсе. Да, она закрыла Макдональдс для эксклюзивного мероприятия. Я на нем была. Такого никто до нее не делал. Я, наверное, сейчас пропущу фрагменты о том, как я стала продюсером случайно совершенно, и расскажу, как я встретила его. Я пришла на радио с одним знакомым артистом, которому я решила чуть-чуть помочь продвинуться с его творчеством. И там был колумбийский виолончелист. Он позвал его для того, чтобы он ему аккомпанировал. Мы познакомились, обменялись контактами. Я что-то снимала в этом эфире. Он попросил скинуть ему видео с этого эфира, которое я записывала на «Серебряном дожде». Он был такой какой-то дипломатичный, любезный, такой какой-то галантный. Мы с ним что-то съели, мы с ним что-то выпили, затем мы попрощались. Потом он улетел в Колумбию, и он мне писал «Дорогая, прилетай, здесь так классно, у меня дом, ты можешь остановиться у меня». У меня тогда серьезных планов поехать в Колумбию не было, я сказала «Прикольно, но я пока еще не знаю, какие у меня планы». В Колумбии классно, когда дом, фазенды. Да, да, да. В начале марта он спросил, как у меня дела. Тогда был такой не очень хороший эмоциональный фон из-за того, что началось СВО. Сильно я переживала. Мне хотелось выпить. Он предложил встретиться, я предложила приготовить ужин, потому что я очень люблю готовить, люблю принимать гостей. Я запекла рыбу, потому что он заявил, что он не ест мясо, хотелось, конечно же, ему годить. Он приехал с гитарой, гитара была в чехле из крокодила, то есть прямо реально натуральная кожа крокодила. Практически как сумка Биркин, я думаю, может быть, стоила. Он начал играть на гитаре, тем самым меня сразу же покорив, потому что я поняла, что как же классно, когда в доме звучит музыка. Когда я еще закончила музыкальную школу по классу скрипки, и когда у меня стоял выбор идти в художественное училище или в музыкальное, художественное немножко перевесило, но я всю жизнь хотела петь. И когда у тебя есть возможность дуэтом на кухне с хорошим гитаристом душевно провести время, это так приятно. Мы ели ужином, он меня хвалил, рассказывал, что у него огромный пентхаус в Покровское-Стрешнево, что скоро, когда будет еще чуть-чуть теплее, мы поедем кататься на его кабриолете. Рассказывал про свои дома в Колумбии, про то, что у него огромный бизнес, фэшн-бизнес, что у него там работает 4 тысячи человек на него. Также рассказывал, что у него с братом фирма по поставкам авокадо. Так полупрозрачно рассказывал, что у него очень влиятельная колумбийская семья, которая очень богатая, очень состоятельные люди. И было понятно, что в Колумбии можно делать деньги очень большие, такие, как вот казалось визуально, судя по картинке в Инстаграме, скорее всего, какими-то не суперлегальными способами. Я такая думаю, господи, такой интересный молодой человек, мало того, что колумбиец, мало того, что закончил консерваторию, виолончель, такой благородный инструмент, огромный пентхаус. А он еще и закончил консерваторию. Да, еще консерваторию закончил в Чайковске с красным дипломом. Потом родители познакомили его с его будущей женой, она забеременела. Но вот у них не получились какие-то отношения, но он очень хочет семью, он очень хочет детей. Вот что я ему очень нравлюсь. Я так понимаю, что никакой близости, просто вы нашли духовную близость друг с другом. Ну как бы не совсем так. Так, то есть все все-таки случилось. Ну как не влюбиться в гитара, крокодиловый чехол, Кать, я тебя понимаю. Ну понимаешь, был бы чехол не из крокодила, я бы еще подумала, надо было сразу отдаваться, чтобы не спешал. Я дружу с Пелагеей. Мы договорились, что мы поедем куда-то в выходной день с детьми. Я предложила ему приехать к нам тоже с детьми. Он сказал, это будет непросто, потому что охрана, потому что няни, потому что очень много людей, нужно всех собрать. Но мы постараемся. Они приехали на минивэне, оттуда вылупилось семь или восемь человек, мы зашли в ресторан, зашел колумбиец, с видом просто хозяина этого ресторана. Сел девчонки такие, симпатичный парень, к тебе такая, да, у него еще двое детей, четыре охранника кубинца такие стоят. Чем вообще заниматься-то они мне говорят? Я говорю, честно, девчонки, прям не знаю. Целая свита из колумбийских ребят. То есть там были охранники, там было две няни, то есть два ребенка, две няни. Но несмотря на то, что такое большое количество обслуживающего персонала, он очень много времени действительно проводился со своими детьми. Он все время говорил о том, как он любит детей, естественно, на прекрасном русском. Но ровно столько же, сколько он говорил про то, что он про любовь к своим детям, он еще говорил о своих лошадях, имениях в разных концах света. Он закрыл весь счет, девчонки сказали, господи, какой благородный молодой человек, даже не дал расплатиться. Девчонки устроили ему допрос. Расскажи про себя, хотя бы какие-то недостатки-то у тебя есть, давайте каждый расскажет о своих недостатках. И мы прям пошли по кругу, когда я очень дошла до него, он сказал, я очень много работаю. Все такие, ты что, серьезно, ты считаешь, что это недостаток? Ну ладно. Ну, девчонки провожали меня, как вот просто, знаешь, как будто я выиграла Олимпиаду. Блядь, вот повезло, девчонки, вообще. Он очень много говорил о любви к Кате, то есть это было там постоянно, вот моя любовь, мы скоро поженимся, она родит мне детей. Там был какой-то вечер, когда он говорил, мне кажется, что сегодня у нас получилось сделать ребенка, это было за общим столом. Мы все так... А если мы поженимся, что будет? Ты бы вышла замуж за меня? Нет, он сказал, давай поженимся. Ну так, ну... Я спрашиваю это предложение, он говорит, нет. Нет, я просто трогаю территорию по чуть-чуть. У меня был день рождения, и он мне устроил сюрприз, он подарил мне фортепиано. Смотри, какое красивое. Вот. Сняла я вот эту вот нижнюю часть, тут правда пылища. У-у-у, нам тут дать. И он такой, давай вечером, пожалуйста, только никого не зови, только родители, я хочу с ними познакомиться. Приехали мои родители, он произвел на них просто неизгладимое впечатление, потому что, во-первых, он играл на всех инструментах, на которых он мог, в том числе и на расстроенном этом пианино. Нас Катя познакомила, его зовут Анжела. Анжела, он из Колумбии, такой худенький, такой приятный во всех отношениях. Мне показалось, что это такая колумбийская, такая южноамериканская, может быть, традиция, почитать родителей, там, семейные крепкие узы. Все время уделял нам внимание. Молодежь сейчас такого почтения к родителям не выражает, а тут с порога прям он рассыпался в любезностях. Мы видели Катю на счастливое лицо. Учил мужа сальсе. Тут показывал движение, они тут выплясывали. Раз, два, три, меньше, наверх, меньше, чуть-чуть меньше, элегантно. Элегантно. Раз, два, три, буквально. Пришло время задавать свечи на торте. Он прям под руку, когда я уже вот так вот вздохнула, он сказал, давай троих детей от меня, только со мной. И я реально загадала троих детей, потому что мне казалось, это желание очень даже уместно. И мои родители просто буквально расстали, потому что у парня были такие серьезные намерения на меня. Он сказал, что хочет иметь трех детей. И нам-то как хорошо, чем больше, чем лучше. Ну, мы долго уже ждем внуков, поэтому эта тема у нас, ну, в принципе, в семье не затрагивалась. Ну, сказал и сказал, будет хорошо. Потом еще, на самом деле, когда мы их решили провожать, я просто открыла дверь, сказала пока и чмокнула. Он сказал, ты что, с ума сошла, у нас так не принято. Мы должны довести родителей до машины, открыть им дверь, посадить, а потом вот так еще рукой помахать. Мы оделись все, мы проводили, и мы стояли на дороге, махали рукой. Мои родители просто были в шоке. Ну, такого вообще не бывает, знаешь. Взял мою сумку и пошел нас провожать, вместе с Катей. А был дождь? Был дождь, да. Зон держал. Как бы меня это тоже впечатлило, я подумал. Ну, а даже как у них там все. Это ты? Когда ты расскажешь о нас отцу? Еще не время, Олька. Он еще не оформил завещание. Валентин. Я целыми днями глажу его вещи. Глажу твои вещи. Глажу все вещи в этом доме. Я ведь так сойду с ума. Еще немного, и компания станет нашей. Нужно только найти ключ. А ты никак. Я глазу не покладая рук, пока ты заглядываешь на Елену. Не смей не так говорить. Иначе этот утюг будет последним, что ты увидишь. Ксения Собчак? А это вообще по сценарию? Слава богу, нет. Держи. Давайте и правда посмотрим на утюг в последний раз. Отложим эту дешевую драму и, наконец, сделаем шаг вперед. Изучайте. Завещание подождет. Старые жанры и старую технику просто пора забыть. Не нужно гладить, когда у вас есть премиальный французский бренд Стимуан. Отпариватели Стимуан легко удаляют складки с одежды, не боятся проточной воды и накипи. Подходят как для домашнего, так и для профессионального использования. Устройства Стимуан отлично справляются с любым материалом. Будь это шелк, кашемир, кожа, лен или более плотные ткани. Бренд предлагает два вида отпаривателей. Ручные и вертикальные. Они работают на принципе кипения, а это значит никаких паровых ударов, выжженного цвета и другого вреда вашей одежде. Стимуан справляется со сложными задачами. Ну, например, делает стрелки и убирает заломы на льняных брюках. С тонкими вещами Стимуан работает не менее успешно. Даже самые нежные кружево и изысканная вышивка не пострадают. Плюс отпаривание происходит вертикально, а значит не нужна гладильная доска. Французскому бренду Стимуан особенно важна визуальная составляющая. Отпариватели не обязательно скорее прятать в шкаф. Их внешний вид гармонично взаимодействует с интерьером. При заказе на сайте по промокоду СОБЧАК20 вы получите скидку 20%. Больше не нужно гладить, теперь есть Стимуан. Так а нам что, продолжить? Ну, как хотите, но я бы не советовала. Мы со зрителями пока пойдем по ссылочке в описании. Пойдемте, посмотрим с вами лучше на Стимуан. Мы познакомились в фейсбуке, все очень просто. Сначала просто попереписывались, немного пообщались. Я учусь в консерватории, сказал Анжела. Я сказала, что я актриса. Я только прилетела из Венеции, кстати. У меня было чудесное настроение. Мы встретились, провели беседу, наверное, часа три. Я как-то с первых секунд почувствовала доверие. Человек как сказка оказался. То есть там путешествия, таланты, шесть языков знает. То есть мне было безумно интересно и хорошо. Не было никакой грязи. Человек просто поиграл на гитаре какие-то песни. Я подумала, как хорошо, боже, как радостно можно жить, когда с тобой такой человек. Музыкальный, веселый, образованный. Я влюбилась прям вот с первого вечера. Это удивительно. Прям раз. И так, Рылена, я помню, я села в такси. И водитель на меня смотрит, говорит, боже, вы такая счастливая. Просто, то есть у меня действительно было очень хорошо. И да, это была любовь с первого раза. И он тоже самое мне сказал. То есть у него была такая обратная реакция, что таких людей, как ты, должно быть много на земле. Что такие люди должны рожать детей побольше. Что ты очень красивая. Наверное, самые лучшие моменты, самые счастливые, это когда он приходил в мою семью. Он делал подарки, он уделял много внимания, тепла, устраивал концерты. Я чувствовала себя абсолютно любимой, желанной женщиной. Он рассказал, что у него есть два ребенка. Потому что для меня связь с женатым человеком – это жесткая табу. И когда я увидела по соцсетям, что у него есть сын, я, конечно же, спросила, что как. Он тысячу раз сказал, что он не женат. И сказал, что я поддерживаю мать своего ребенка. И мы расстались, когда она забеременела. Так сложилось. Вы были у него дома? Вы были в том самом пентхаусе? Конечно, да. Мой папа – врач. Анжела пригласила меня с папой лечить мать детей Кристину и дочь Луну-Марию. Однажды он у меня забыл виолончель. Он мне позвонил вечером и говорит, у меня с ребятами репетиция. Можешь мне привезти виолончель? Она очень просто дорогая. Она 3 миллиона долларов стоит. Я боюсь ее сейчас на такси отправлять. Ты можешь сама привезти? Я говорю, да, конечно, без проблем. Я подъехала к дому, припарковалась. Говорю, ты можешь спуститься? Я подъехала. Он такой, да нет, давай я сейчас спущусь. Ну, ты поднимайся. Поднимаемся в лифте. И он мне говорит, слушай, сейчас я просто хотела тебя предупредить. Если ты встретишь Кристину мою, типа мать моих детей, ты не удивляйся. Просто у нее клиническая депрессия. Я купила ей квартиру рядышком с нашей квартирой. Я ей позволяю иногда оставаться у нас, потому что для детей это важно. Они хотят, чтобы мама была с ними. А Леонардо просто сегодня умолял, чтобы она осталась. И поэтому я разрешила ей сегодня остаться. Но это мой крест, который я буду нести до конца своих дней. Я такая думаю, ну какой же ты благородный реально мужчина. Вот мне повезло, потому что я, конечно, понимаю, даже готова, наверное, помогать, раз у человека такая тяжелая ситуация. Что он так благородно поступает. Такого шикарного дома мой папа не видел никогда. Хотя у него были очень известные пациенты. То есть прям самые верха. То есть пентхаус всем пентхаусом рознь. Поднимаемся мы на таком лифте прозрачном. Красивый лес виднеется. Он в этом лифте всегда снимал свои сторисы. Там внутренне, типа, так гордился. Но это действительно очень атмосферно. Я с папой там тоже сфотографировалась. Почему нет? Потом заходишь, значит, там такие статуи стоят у лифта. Вот. Пока как бы без картины. Ну, раньше было много картины. Но я отправился в Испанию. Вот. Это как бы зали только. И еще у нас есть терраса. Сейчас вот как раз готовят. Видишь? У меня было, знаешь, ощущение, что я попала в какой-то испанский замок. Причем такой, знаешь, у испанских королей. Где, не знаю, какая-то мебель 17 века. Где какой-то Пикассо там весь. Ну, то есть... А все это со вкусом было сделано? Или так олиповато не было? Это как... Нет, это не олиповато. Это как, знаешь, как old money. То есть это как старые испанские деньги. Ну, то есть это прямо большой дом. Вот расскажи. Огромный. То есть, ну, по ощущению, что ты как будто в замок зашел, знаешь. Что ты как бы выходишь, у тебя три лифта проезжают, по-моему, три на этаж. И ты выходишь, и у тебя здесь фонтан с семейным гербом. Ну, представляешь, да, себе квартиру, где 7-метровые потолки. То есть, когда ты заходишь, там, то ли полторы тысячи метров, что-то такое. Там, вот если ты телефон, например, мобильный где-то оставил, ты можешь смело уже новый покупать. Ты его не найдешь. Ты его просто не найдешь уже. Все было очень празднично, открыто. То есть у нас просто такой языковой барьер с Кристиной. Я не говорю по-английски, только по-французски. И начала учить испанский. Соответственно, у нас только язык жестов был. И какой-то гугл-переводчик, там, папа с ней общался. Но это все было очень так тепло. Дети его меня тоже обожали. Они ко мне приезжали. Вы, по сути, уже жили вместе в этом моменте. Ну да, мы уже жили вместе. Мы регулярно стали ночевать вместе. Он стал оставаться у меня. Я говорю за исключением тех случаев, когда он говорил, что дети там плохо засыпали. Как он тебе объяснил, почему вы живете вместе у тебя, если он миллионер, и у него прекрасный дом с видом на всю Москву? Никак он это не объяснял абсолютно. Он давал понять, что для него дети – это святое. Для того, чтобы как бы сблизиться с детьми, он должен сначала начать доверять мне. Он говорил, что у него очень большие проблемы с доверием. И мне хотелось ему все время доказать, что я тот человек, которому можно доверять, который не кинет, не предаст, не изменит, там, детьми ничего плохого не сделаешь, что я ему как бы только добра желаю. Был такой момент, что он говорил, я тебя люблю, мы вместе, я тебе верен, ты только со мной. Но я не хочу сейчас какие-то громкие вот статусы орать, потому что меня очень больно обижали в жизни, прям предавали. Дай мне, пожалуйста, это время, как бы, чтобы мы назвали. Ну и потому что счастье любят тише. А потом все-таки, как бы, он сказал, мы встречаемся, мы вместе. И даже хотел, ну, то есть предлагал переехать в другую страну с ним в какой-то момент. Мемная мода должна прекратиться раз и навсегда. Я не хочу смешные вещи, я хочу красоты, а не вот это все, туфли, копыток, ладжабы и сумка голубь. Тем более все это было слишком много раз. Вот этой сумке лягушке скоро 400 лет. Кто-то пытался выделиться ей в Англии 17 века. Но внутри были не телефон и карточка, а травы и ароматические саше. Лягушка помогала отбивать окружающие запахи. Потому что, открою секрет, 17 век пах отвратительно. Оставим древности в древности, а с собой возьмем вечную классику. Бренд Доктор Кофер производит сумки, кошельки, рюкзаки, перчатки и другие аксессуары из натуральной кожи растительного дубления. С годами она не стареет, а созревает и становится только лучше. В новой коллекции Доктор Кофер традиционные современные модели, выполненные в широкой палитре. Ну, например, модный электрик или, как у меня в руках, приглушенный постельный беж. Очень приятный на ощупь. На фурнитуру для всех изделий действует расширенная гарантия. Доктор Кофер – это более трех тысяч изысканных и безупречно выполненных аксессуаров для мужчин и женщин. В пошиве используется более 150 видов кожи. Выбор при этом огромный. Многие модели представлены в нескольких расцветках. Каждый заказ приходит в фирменной подарочной коробке бренда, которая известна не меньше, чем сами изделия. Ну или вот в таком пакете с фирменной открыткой. На официальном сайте доктор Кофер вам предложит доставку по всей России, а для Москвы, возможно, экспресс-доставка от трех часов. Мой промокод – СОБЧАК2024. Запомнили? Он даст вам скидку 15% на заказ при покупке на сайте. Подробности по ссылке в описании. Переходите. Мы проснулись, и он поехал встречаться с детьми. Через там буквально минут 30 после того, как он уехал, он сказал, можешь мне отправить мои документы? Я говорю, что случилось, зачем тебе документы? Он говорит, я вызвал курьера. Я пришел домой, здесь полиция, Кристина хочет забрать у меня детей. Я не понимаю, почему она так делает. И через несколько часов он приехал ко мне с чемоданом. Потом он куда-то уехал, а я разбирала его чемодан и поняла, что там, в принципе, нет никаких вещей. Какие-то растянутые треники с дырками в какие-то пару непонятных совершенно футболок. И какой-то свитер тоже такой весь в растяжках, уже такой, знаешь, стиранный-перезастиранный. Я говорю, а вещи-то где? Он говорит, да я их все в Испанию отправила. И я обнаружила на чемодане багажные бирки, на какие-то имена определенные. Там был Кент Макнили, Соня Макнили, Кристина Макнили. То есть какие-то Макнили. И я такая думаю, ну дай на Фейсбук посмотрю хоть. То есть я же с Кристиной так и не пересеклась, когда мы были у него дома. Но я залезла, посмотрела, как бы такая приличная американская семья. Значит, отец генеральный директор или там коммерческий директор Билайна. То есть много лет был. Американский топ-менеджер, который там поднимал компанию Procter & Gamble, какие-то продукты в Америке, потому его пригласили в Россию. И поняла, что как бы люди серьезные. Думаю, ну как бы тут все сходится. Отец Анжела как бы был бизнес-партнером этого чувака. И вот они так и, ну, все сходится. История как бы находится в подтверждении. Но не билась одна вещь. Когда я залезла к сестре Кристины, матери детей, на страницу, я домотала ее до конца. И выяснил, что они жили в этой квартире с 2007 года. А насколько гласит легенда, наш маэстро, главный виолончель Большого театра, приехал в Россию в 2012 или 2013 году. То есть на тот момент уже 7 лет эта семья жила в этом доме. А он там не рассказывал, как он паркет выбирал из какого-то там африканского ореха. Я не знаю, то есть что он сам делал дизайн интерьера. Но я очень долго не решалась ему об этом сказать. Мне прям... Я такая думаю, ну, сейчас вот я ему скажу, и что? Ты уже в какой-то момент поняла, что колумбийских миллиардов тебе не видать. Но в этот момент ты уже была влюблена и подумала, что, ну, как у многих мужиков после рыбалки, да, вот такого осетра поймала и вот с такими глазами. Что немножко приврал ради того, чтобы как бы понравиться. Да. Знаешь, как я вижу, что человек трудоспособный, что человек амбициозный, что он не сидит на месте, не просиживая диван, знаешь. Что он тебя любит. Да, что как бы он реально... Денег он у тебя в долг не просит. Не берет. У него серьезные намерения. Он действительно хочет семью, потому что не получилось с Кристиной, но он очень хочет серьезных отношений, он хочет детей. Когда в декабре уехала его семья, он зашел в жесткой пике, он попал прямо в жесткую депрессию. У меня была кубинская домработница, которая приходила от него, которая была еще няней его детей. Я его не видела, он меня везде заблокировал. Она сказала, слушай, ему реально очень сейчас плохо. Он прямо сидит в темной комнате, смотрит в потолок, он ни с кем не общается. У него постоянно приступы панкреатита. Он там позавчера уехал на скорой. Ему очень плохо, надо ему как-то помогать. Если не ты, то кто вообще? Он тебя очень сильно любит. Самый лучший период был в наших отношениях, когда он уехал в Колумбию. Как неудивительно, но вот на расстоянии я ощутила эту любовь. И вот у него был сложнейший перелет, там 10 часов. И вот он звонит и говорит, как я сильно тебя люблю. И я понимаю, что я безумно счастлива, что я очень сильно его тоже люблю. И что он осознал это, как раз улетев далеко. Я ему писала. Ты не представляешь, как я ему писала. Во-первых, в WhatsApp я была заблокирована, в Telegram, в Instagram, в телефоне, везде. Но у меня к телевизору был подключен его аккаунт YouTube. И когда ты набираешь слова в поисковике, там все предыдущие запросы были видны. Я в YouTube набирала, типа, я скучаю по тебе, типа, как ты? Ну, то есть я был так троган. И это был единственный способ, как я могла ему оставить какой-то месседж. Я в YouTube, в поисковых запросах, с его аккаунта, оставляла ему какие-то сообщения. Потом выяснилось, он не понял, что это была я. Познакомились мы банально через Facebook. Он там сначала меня добавил в друзья, написал, привет, как дела? Я учился в консерватории. Я не знаю, кто это такой. Думаю, ну ладно, добавлю в друзья, хорошо. Я на тот момент была очень неопытна в любви. То есть я всю жизнь училась, у меня была только учеба, скрипка, консерватория. Не скрываю, в 25 лет я первый раз поцеловалась. Не скрываю. И тут мне попался такой симпатичный молодой человек, который представился, что он одинокий отец, живущий в пентхаусе. У него нефтяные компании, рестораны. Ну, просто, ну, мечта. Как не влюбиться в такого? Тем более, действительно, он очень симпатичный человек. В этом плане момент корысти также есть. Вот этой самой меркантильности. Но все-таки я к нему прониклась каким-то чувством, действительно, глубоким. Я это чувствовала. Надо сказать, что вообще у него были очень иногда резкие перепады настроения, где я была виновата в чем-то, в чем я вообще не понимаю. Ну, то есть вот... Но можешь привести пример вот какого-то такого высосанного спальта? Просто мы просыпаемся утром, он со мной не разговаривает. Я говорю, что случилось, ты будешь завтракать, там, давай тебе там это приготовлю, давай это. А он просто игнорирует меня. И в конце концов он мне такой говорит, ты целовалась с кем-то, когда мы с тобой встречались? Я говорю, ты что, с ума сошел, с кем я целовалась? Он такой, не, ну, ты мне честно скажи, целовалась же. Я говорю, да нет, я не целовалась ни с кем. Я говорю, а с чего ты взял-то? Ну, мне бабушка во сне сказала. Я такая, из-за этого ты реально решил меня сговнить весь день, как будто ты меня решил игнорировать, серьезно. И он начинает, как бы, этот конфликт. А он любил целоваться? Он вообще не целовался. Вы во что влюбились-то? Что в нем было такого? Ну, возможно, он хороший любовник. Начнем с этого. Это тоже немаловажно. Он был нежным, он был каким-то таким романтичным. Он вообще ни капли не романтичный, он даже не целуется. Вообще? Вообще. Он сказал, я не люблю. Вы вообще не целовались? Максимум два раза, и то по моей инициативе, и то это было так, типа, тьфу-тьфу, я не люблю. Наступил день, когда я открыла Инстаграм и поняла, что он скрыл свою историю от меня. Вот. Но у меня есть страница моей мамы. Вот. И еще одна страница. И поэтому я зашла с другого аккаунта и увидела, что он на Бали. Также я знала, что он общается много с Катей Добряковой, и поэтому решила посмотреть, а что у нее там? И думала, какая же я, типа, опять нарушаю договоренности с психологом, не рыскать в интернете, опять меня не туда несет. Но я открываю у Кати на Бали тоже публикация, но тоже ничего личного. Мы летим на Бали, потому что у него день рождения, я ему дарю этот билет, и я оплатила, как бы, всю эту поездку, оплатила все эти виллы и, как бы, запланировала наш весь трип этот, там, Улувату, Убуд, там, еще какие-то места. Спасибо. Екатерина Сергеевна. Спасибо большое. Он пишет мне смс-ку, я один, у меня никого нет, я люблю тебя, как ты дорогая, там, какая ты красивая, там, все такое. Это картина вот эта, правильно? Да, 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 да. Когда мы были на Бали, я увидела одного такого достаточно клевого художника-примитивиста, его зовут Рис Рис Рис. Мы приехали к нему в студию, он всех своих моделей рисует обнаженными, и мне пришлось раздеться, у меня было телесного цвета белье, он сначала рисовал меня, потом ко мне подсел Анжело, он играл на виолончели. Я его просто посылаю. Говорю, прям матом на три буквы я так насладилась, знаете, весь какой-то негатив, который я всегда в себе сдерживала, я прям от души сделала это. Он обалдел просто, ну и мы поругались. То, что плохо дается, очень хочется. Мне все время его хотелось, потому что он от меня ускользал. Каждый раз напишет, скажет, ты свободна, я сейчас приеду. Я буквально пять минут не отвечу, ой, все, я уже занят, я больше не приеду. Это очень раздражало, страшно. И, например, когда он улетел куда-то, тогда он отключал телефон, сказал, не пиши мне в WhatsApp, я тебя заблокирую, это для безопасности. Какая безопасность? Я сначала ничего не понимала, но я понимала, что он что-то от меня скрывает, врет, и тогда мы ругались. После бали, соответственно, я остыла, и он приехал и сказал, что Катя Добрякова мой продюсер музыкальный. Я знала, что она организует часто какие-то концерты с рассветом, еще с кем-то. То есть, ну, меня, в принципе, убедила эта версия, но как бы сомнения уже оставались. Что-то вот как-то чуйка срабатывала. Мы вернулись 14 февраля, это был День всех влюбленных. Мы прилетели утром, а днем у него был другой самолет, Волгоград. У него там был концерт, опять же, с этой группой Salt Wine. Он мне прислал цветы на День всех влюбленных. И я прислала ему как раз фотографию, где на кровати сидит кот, над кроватью висит картина. Он дорогая, уже соскучился, родная, уже скучаю. Уже хочу к тебе обратно, скоро приеду. Он прилетел сюрпризом ко мне в родной город, знакомился со всей семьей. Он рассказывал всем, что он везет меня в Колумбию, он хочет со мной троих детей жениться. Всей семье тоже надо там побывать, что он всех вообще перевезет. Сомнения такие прям дикие, закрались. Когда он улетел на Бали, я поняла, что он улетел туда с Катей. Он это отрицал. Он говорил, что Катя сумасшедшая, но не сумасшедшая, влюбленная, сама за ним бегает. Вообще, оказывается, там просто так прилетела. Он даже не знал, он ничего не знал. Он возвращается с Бали и летит в мой родной город, где встречается с моей семьей, с моим отцом, с моей бабушкой. И оправдывается то, что он там был один на самом деле, что он любит меня, что он хочет сделать в ближайшем будущем предложение, что это все неправда, что я просто все не так поняла. Анжела всем говорил, что он хочет родить от меня трех детей, всем. И я пила противозачаточные таблетки, и он настаивал, чтобы, ну, одно время особенно, чтобы я перестала их пить. Вот, давай родишь, я тебе куплю квартиру. У нас, слава богу, с ним было всегда с презервативом. Ну, что интересно, тоже такие личные подробности, презервативы покупала только я. Он не купил ни разу за два года. Честно скажу, я мечтала о ребенке от него, но в свое время. Ну, действительно, я даже иногда как-то представляла, мы даже имя ребенка придумали. Он потом предложил Кате. Какое имя? Имя Лукас. Лукас? Да. Где-то 9-го, что ли, апреля я узнаю, что я беременна. Все реально происходит, как в сказке. Он так сильно хотел детей. Он мне говорил, можешь пойти к врачу, можешь купить тесты на овуляцию. Я должен понимать, когда, в какой день. Я его бужу, говорю, я беременна. Он такой, да ладно. Я такая, да, я беременна. Он такой, ооо. Такой, ну, все, поехали. Я говорю, куда? Он такой к врачу, и он прям начинает, прямо с постели надевает тренировочные штаны какие-то. Я получила результат. А-а. Положительно, кажется, да. В реанимации, если что. Я чистая. Третий мне бы рейонок до 30. Вот это я ищу. Он звонит по видеосвязи Пелагея, говорит, Катя беременна, представляешь, у нас все, типа, получилось. Потом он звонит Билану, такой, ну, то есть, с моего телефона, давай, набирай, Диме, да, набирай. И такой, типа, у нас Катя беременна. Мы кровь сдавали с утра, она пришла, там положительный результат. Ну, блин, прикол у вас, конечно. Я, конечно, возрадовался. Потому что, так или иначе, эти темы как-то проскакивали в нашей дружеской беседе. Катя была в эмоциях, он был тоже в эмоциях. Он, кстати, даже попросил меня поставить свечку. Говорит, поставь свечку за нас, за счастливое будущее. Я, естественно, поставил, потому что свечек у меня дома церковных очень много. Не знаю, кто был, кто первый узнал, Дима или я. Но я была в списке первых. Я, конечно, я завизжала, прослезилась. А потом это был день рождения моей мамы. И мы заказали у Кати в кондитерской тортике. И Катя с Анжелой привезли эти тортики сами. Туда, за город, к моей маме. То есть, и мы все такие, вау, мы вас поздравляем. Весь день просто супер возбужденный, такой, типа, супер довольный. И вдруг, значит, Катя беременна, отлично. Все держим кулачки. Наконец-то и ее мечта осуществится. При этом, конечно же, рассказы Кати так не может быть, что это как в кино, в какие-то невероятные квартиры, в ручной лепке виолончели, Пикассо на стенах. Такой был, знаешь, уровень эмоций, что прямо хотелось просто сесть за руль, просто куда-то поехать, знаешь, потом вернуться. Моим родителям сразу же он позвонил, он сказал, все четко, типа, у вас будут внуки. Я постарался. Первый, кто позвонил нам, был он. У меня для вас новость. Катя беременна. Ну, у нас прям совсем окрылились. А замуж он тебя не звал? Об этом разговора не было. Нет, он мне сказал так, что... Он меня сто раз спросил на Бали, типа, что будет, если мы с тобой поженимся? Ты бы сказала мне да или нет? И когда я ему говорила, когда ты мне сделаешь предложение, тогда ты узнаешь ответ, он жутко обижался, потому что он не был уверен, что я скажу да. А я не до конца прямо была уверена, что я должна ему сказать да, потому что меня смущали вот эти вот мудные какие-то моменты, что я здесь не понимаю, тут не понимаю. И что я думала, что в конце концов, если он мне сделает... Ну, подожди, ты тоже забеременела. Зачем ты замуж? Ты как бы не уверена беременеть ради бога, что ли? Нет, я имела в виду, знаешь, как я имела в виду, что если бы я замуж за него бы пошла, я бы, наверное, предложила бы ему какой-то что-то типа брачного какого-то контракта, что он не претендует там на мои какие-то... на мою недвижимость, еще что-то. То есть я как бы готова была бы пойти за него замуж, но с какими-то условиями. Грубо говоря, как бы меня некоторые вещи... Уже начали напрягать, поняла. Вечером я приготовила какой-то ужин, все было неплохо, но я заболела. Я поднялась температурой 39, а я беременна, и, честно говоря, мне тревожно немного было, потому что на раннем сроке, типа ковид, температура... Он сказал, у меня на следующей неделе на днях три или четыре концерта. Ты заразная, очевидно. Я не могу с тобой здесь быть. Я останусь у себя, потому что если ты меня заразишь, я не смогу играть все концерты. Коронавирус, когда нас посадили всех на карантин, буквально через два дня приезжает ко мне с каким-то там рюкзачком, остается у меня, живет со мной пять дней. Вроде бы все хорошо. Я думаю, карантин, квартира, как хорошо, живем вместе, кушаем, все прекрасно. Покупал еду, спасибо вам большое, потому что передо мной он себя действительно чувствовал миллиардером, потому что я была для него обычной девушкой, скажем так, с большими талантами и способностями, но обычная девушка. Какой-то день, когда я его ждала утром, что он приедет, я ему приготовила, он тоже начал заболевать, я ему приготовила куриный суп и какое-то колумбийское печенье легендарное, про которое он мне накануне весь вечер рассказывал. Пришел курьер, принес три пары обуви, которые я ему заказала в интернет-магазине, потому что он носил только мою одежду и мою обувь. А он мне сказал спасибо. Что значит носил твою одежду? Ну, он заходил в гардероб и брал любые мои вещи, как бы их носил. Твои? Мои. Женские? Да. А как такое можно? Да легко. Смотри, суперзвезда. Я думала, что ты сказала, давай фоткать. Давай фоткать, но снимаем видео в итоге. Ну. В смысле, что он брал твои рубашки, твои штаны? Мои рубашки, мои худи, мои... То есть унисекс, все, что унисекс, он носил твое. Да, абсолютно все. Джинсы, какие-то вельветовые штаны. А тебе не казалось это странным? Да, он все вещи в Испанию отправил. Со свитером была ужасная некрасивая история для меня, но я поверила. А расскажите эту историю. Он говорит, пожалуйста, у меня есть очень близкий друг, могла бы ты разрешить ему пожить у себя два дня? А я живу напротив родителей, через двор. Я такая, ну ладно, хорошо, я побуду у родителей пару дней, не проблема, это твой близкий друг, все хорошо. И в результате я якобы разрешила другу из Германии пожить у себя. А потом вернула свою квартиру, и у меня какое-то было такое неприятное чувство, ну вот прям некомфортно. Она была вылезана, квартира, но я пока сама ее не отдраила, я не успокоилась. И потом я нахожу пакет, и в нем лежит вот желтый шарф и свитер. И меня начинает просто колотить, я понимаю, что что-то не то, что-то не то. Я догадываюсь, чей это был свитер. Да, спасибо. Я тоже сразу поняла, у меня глаз, как у следователя, понимаете, я сразу поняла, чей это свитер, но мне все объяснили, я поверила. И вот он написал, думал про детей с тобой. Он собирается на концерт, я говорю, вот смотри, тебе обувь пришла. Он такой, спасибо, а я беременна. И я такая думаю, блин, живу с миллиардером, ни разу не спросила, сколько он мне должен, или может быть я там потратилась, и ему нужно вернуть. И я ему говорю, слушай, почему ты меня никогда не спрашиваешь, сколько я потратила, ну то есть я каждый день покупаю продукты, вещи, еще что-то. То есть тебе это ок? Ну то есть мне это было ок, до того момента, как я забеременела, но я уже беременна, и мне надо понимать, я вообще на этого мужчину могу рассчитывать, как бы что он там возьмет. То есть ты его содержала, но грубо говоря, пока вы жили здесь. Ну да, то есть я никогда ему не давала деньги, но я покупала одежду, я покупала шампуни, стиральные порошки, оплачивала домработницу. Ну и что он просто говорит? «Что ты сейчас сказала?» Я такая, что он такой, «Ты жирная, меркантильная, тупая старуха, пошла, найди себе кого-то, кто будет тебе возвращать деньги, кого-то такого же старого, как ты». Я стою, у меня температура 39, я намазываю сгущенкой эти колумбийские печенья, которые он попросил с собой на репетицию сложить, чтобы он угостил ребят. Это первый раз когда-то? Это первый, ну вот, ну вот, ты представляешь, да, я беременна, и вот неделю назад человек просто был самый счастливый. Я сказала, «Пошел нахер отсюда!» И он начал пихать эти ботинки себе по карману. Это было так смешно, но и жалко. В смысле, засовывал в карман и джинсы? Ну, он хотел забрать эти ботинки, то есть он не собирался их оставлять, он их просто себе куда-то пихал за пазуху, знаешь, вот, и он ушел. Вот он ушел. И больше не возвращался? Нет. Вещи остальные остались здесь? Только это все вещи мои были. Больше ты его не видела? Ну, фактически. Фактически, да. Подожди, вот это последний диалог с человеком. Алло, здравствуйте. Возможно, вы помните, как-то мы с вами пересекались в квартире на Малой Грузинской, и я тогда была в квартире у Анжела, и вы меня предупреждали, что это очень плохой человек, и дали свой контакт в случае ЧП какого-то, что я могу вам позвонить. Дело в том, что я, во-первых, хочу вас поблагодарить, спасибо, что вы пытались меня предупредить, потому что я вот вчера буквально узнала, то, что этот человек, от него сейчас находятся беременные три женщины, то, что это мошенник, обманщик и прочее, что все женщины сейчас находятся, он всех заблокировал, те, кто от него забеременели. Бессмысленно, понимаете, мне говорится о ком-то, тем более, это не тот случай, чтобы он вообще не достоин, чтобы о нем я говорил. Там куча проблем с соседами еще создала, понимаете, мне звонят соседи, говорят, он сказал, что вот это оставил, вот это оставил, вот это, а все собрал, даже чужие, вот это, там же жила девушка, ее вещи даже забрала, она у меня спрашивает, там вообще такая катастрофа, поэтому лучше не напоминать ничего. А что за девушка, там жила, это была ее квартира? Да. То есть он жил в квартире какой-то девушки со мной? Да, да, да. Что интересно, он у меня очень долго спрашивал, будет ли в тот момент кто-то в квартире, потому что я в тот момент была в отъезде, не придет ли никто случайно в эту квартиру, по стечению обстоятельств случилось так, что в тот момент, когда он туда привел какую-то девушку, туда пришла моя подруга, которая проверяла, там что-то ей надо было в этой квартире проверить. Я у нее долго потом выспрашивала, ну скажи, пожалуйста, ну что там было? Ну какая-то девка сидела и все. Что он сказал, чтобы вернуть после 156-й измены? Он мне сказал такую вещь, что, говорит, всем мужчинам и тебе нужен только секс. Это правда в какой-то мере. Я понимаю, нет того единственного пока у меня, который во мне увидел меня, мою личность и человека во мне. Я понимаю, и просто действительно так оно и было. Он был в этом прав. А он якобы такой золотой, которому от меня нужен не только секс. Вот поэтому, наверное, вот эта фраза меня обо всем подкупила. Я поняла, что он все-таки не хочет меня терять. После таких скандалов он не хочет меня терять. Думаю, так, да, серьезно. Наверняка у тебя был момент какой-то, когда появилась мысль, что я расследую всю его историю, я всех найду и я его накажу. Когда это произошло? Я сидела на скамейке, разговаривала по телефону и мимо меня прошел Анжела со своим другом. Там рядом есть репетиционная база. Он посмотрел на меня и прошел мимо. Я сидела с животом и я разговаривала по работе. И он сделал вид, что он меня не знает. Я подумала, вот ты мразь. Я сделаю все, чтобы все об этом узнали. Я не хочу так. Я не буду молчать. Ты просто представляешь, ты сидишь беременной на скамейке, ты плакал два с половиной месяца просто, ты на стенку лез от боли, от этой. Ты человек, отец твоего ребенка, который просил его год. Просто проходит мимо. Там просто не было у меня слов. Вот. Об опасных подводных камнях онлайн-дейтинга знать необходимо, в том числе для защиты близких. Тем более, классическим мошенническим схемам продолжают прибавляться все новые и новые. Однако, удачных сетевых знакомств все-таки больше и это радует. Твинби выступает за безопасное знакомство и осознанные отношения. В их телеграм-канале собраны самые популярные схемы обмана на текущий момент. Переходите по QR-коду, будьте осторожны и узнайте, как еще вас могут надуть мошенники. Как ты начала расследовать реальную историю твоего молодого человека Анжела? Меня часто зовут на светские мероприятия и меня позвали на открытие ресторана Нарния. Все заметили, что я беременна. Спросили, тебя можно поздравить? Я сказала, да. Они сказали, а можно мы напишем об этом в телеграме? Сказала, да вообще без проблем. И утром в антиглянце выходит статья о том, что светское мероприятие состоялось на ура, очень много людей пришло. Все напились, кроме Добрякова, которая беременна, и выяснилось, что у нее какие-то проблемы с ее мужчиной. Ну, конечно, что ожидать от красавчика 25+, без царя в голове. Я попросила пиарщицу ресторана написать в антиглянце, чтобы они убрали последнюю строчку про то, что у меня не лады с отцом ребенка. Потому что, если честно, я думала, что мы, ну, все шансы есть помириться, потому что все-таки почти что полтора года мы так сильно хотели семью и ребенка. И моя подруга сказала, что написала Наташа Архангельская, и она сказала, что извини, мы ничего не можем убрать. И к тому же за последние несколько минут нам написал два человека о том, что, пожалуйста, скажите, кто отец ребенка Добрякова, и вопрос жизни и смерти. Я сказала, ты можешь спросить, кто это писал? Она сказала, нет, Наташа сказала, что она своих информаторов не сдает. Проходит неделя, меня это все подмывает, и я думаю, если я наберу Наташу и сама с ней поговорю, она уже мама двоих детей, наверное, она меня сможет понять. Я позвонила ей, я ей рассказала свою историю, сказала, что мне нужно, чтобы она поделилась со мной этими контактами. Наташа сказала, я не могу тебе дать контакты, но давай я лучше этим девочкам дам твои. Ровно через полторы минуты у меня зазвонил телефон, не знакомый мне номером, и на том конца провода просто рыдала девушка. Я не поняла вообще, почему она плачет, и она мне сказала, Катя, простите меня, пожалуйста, и она прям плакала, я говорю, что случилось? Она говорит, я знала, я знала, что он с вами в отношениях, я догадывалась, я просто не была достаточно смелой, чтобы позвонить вам и раньше об этом сказать, потому что я с ним так же встречалась. Я говорю, сколько она? Говорит, полтора года. Меня начало тряхсти, я заплакала, хотя я как бы уже отпустила эту историю, честно могу сказать, и мне просто колотило, я не понимала. Я всю ночь не могла заснуть после этого. Какая-то грязь, просто, что одна певица, вторая, что кто-то родил еще месяц назад. Я понимаю, что, блин, мы же были вместе. Он делал параллельно в это время детей, параллельно с Катей жил полтора года. Абрамат. Немножечко перепутал. В трехстах метрах от нее жил с другой девушкой. Я сам и знаю, какая она секси. Еще рожала третья. Летал на гастроли, типа на гастроли. То есть это у меня был просто шок, и я не знала, куда даже эти эмоции выплеснуть. Он мне пишет каждый день, как он соскучился, передает в видео приветы. Мне только что спрашивают, как мне Казан. Я влюбился. Влюбился. Это мой подруга Катя. Рассказывает на видео, как вот я в Казани, я влюбился. Это, кстати, моя подруга Катя. Передайте привет. И там где-то эта девушка, его ученица, на заднем плане, но я-то не знаю. Ей 30 плюс лет. Она была девственница. Мы не называем ее именем? Мы не называем, к сожалению, ее имени. Но я так понимаю, таких девушек будет сейчас много. Да, таких девушек несколько. Там по разным причинам они предпочли не называть свои имена. И она приезжает ко мне в этот же вечер, когда она мне позвонила, и говорит, слушай, есть некая девушка, Аня, из консерватории. Вот Аня, она, говорит, 100% знает все, потому что раз, она ему писала о аранжировке, два, он про нее очень нелестно отзывался, у них был какой-то конфликт, скорее всего, они уже не общаются, и скорее всего, Аня сможет тебе дать больше информации, потому что у них были продолжительные отношения. И тут я поняла, что мне нужно искать Аню. Звонит мне Катя. Сначала телефон, я лишний раз звонки не беру, которые с непонятных номеров, не отвечаю, на WhatsApp, смотрю фотографии, думаю, что такое? Я думаю, ну, наверное, умер. Думаю, ну что, ну кто еще мне будет звонить по этому вопросу, ну зачем мне звонить, что я тут, с какого боку вообще? Алло, да, здравствуйте. Говорит, это я, Катя, я девушка Анжела. Говорю, да, здравствуйте. Она говорит, а что она беременная? Я просто в ужасе. Я говорю, ты, он всех бросил и женится там на ком-то теперь? Я вообще просто в ужасе. Ну и, соответственно, мы потом стали общаться, и я просто из женской солидарности, из чувства долга перед женщинами, потому что сколько мучений у меня было от него. И я теперь понимаю, какие мучения у других от него, и даже похлеще гораздо. Ну, я не знаю, зачем он так себя ведет с женщинами. Это страшно. во-первых, не по-мужски это уж точно, не по-человечески это естественно. Я так понимаю, что Аня ему нужна была для того, чтобы поддерживать статус ученика консерватории, потому что она его снабжала фотографиями из разных аудиторий консерватории. Он просто писал ей, можешь скинуть мне фотографии? И она там с занятий, с каких-то аудиторий, скидывала фотографии, и он их выкладывал, выдавая их за свои. Он рассказывал, что он учился в консерватории у Шаховской, которая была любимой ученицей, Ростроповичем. Но, к сожалению, когда я начала эту информацию проверять, оказалось, что Шаховская ушла из консерватории, и, по-моему, даже ее уже нет в живых, еще до того, как он мог ее закончить. То есть там были не совпадения, не очень хорошо продумал всю эту свою историю. Например, когда он мне сказал, что меня любит вот в этом году, я действительно подумала, что, возможно, у нас вдруг что-то опять завяжется серьезное, плюс он меня тогда попросил ему помочь написать бесплатно аранжировки для певца Солтвайна для квартета. Я все это сделала, написала, хотя он сказал, что мы будем вместе работать над этим произведением, а времени у меня на тот момент вообще практически не было, и сроки были сжаты, и я писала действительно в метро на коленке аранжировки для квартета. И он всем ходил, говорил, что эти аранжировки написал он. Хотя это была... Это как вы поняли? Он просто в открытую сидел и всем говорил, да я там стояла недалеко, он всем... Я написал все аранжировки. Вот я скрипачка Ани, мы писали с тобой лайв. Хочу, чтобы ты знал, что аранжировки написал на это я. Я все это прочел и думаю, ну, даже если бы ты мне сказал, что у тебя есть знакомая, которая пишет аранжировки, я бы хуже к тебе относился, или, ну, то есть, я бы посчитал себя более плохим музыкантом. Да нет. Такие ситуации бывали. Он меня просил писать его биографии, что он выпускник Московской государственной консерватории по классу виолончели и фортепиано. Ну, это просто гений какой-то. Что он солист Большого театра, что он солист, выступал в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, выступал в театре Ласкало в Милане. И когда я писала его эту биографию, я ему писала, какой еще тебе зал дописать? Ну, какой-нибудь там самый знаменитый допиши. Я уже просто к этому относилась, думаю, ну, как так можно? Ну, почему люди на это ведутся? Люди верят. Когда Аня сказала ему, что она знает всю правду, что она обо всем догадалась, Анжелу прислал я аудиосообщение, что если еще она будет под него рыть, он перережет ей пальцы. Если ты еще раз, ты вообще не будешь ходить в моем доме. Серьезно, я прямо тебе порежу руки. Как-то я пришла на концерт, и он вышел со своей подругой вот так вот в обнимку, а я ему подарила на день рождения такой халат цветной вот в испанском стиле, и она вышла в этом халате, она его как платье надела. Я обалдела, то есть какая-то чужая девушка в моем халате. А потом оказалось, что на этом концерте была и еще одна певица, которая недавно родила от него ребенка, и Даша, и я, и еще несколько человек, но я была в гримерной. То есть как бы у меня был какой-то такой статус, знаешь, особенный, что я вот, я была с ним, я приехала с ним, я уехала с ним, я была в гримерной с ним, а девчонки были все в зале. Вот если бы найти Яну Блиндер, его подругу и коллегу, ну, вряд ли она захочет говорить. Я музыкант, композитор, артист, очень много пишу музыки, создаю ее. Я единственная женщина, которой он не притронулся, которую он не трахнул. У нас были реально классные, дружеские, сука, отношения. Я на тот момент еще не знала, что мужчины, которые так делают, в принципе, и даже пехают там каждую ночь разных женщин, они не очень. Я нормализовала это, поэтому я здесь, чтобы сказать, что и это ненормально, и это показывает мужчину не с лучшей стороны. Если у мужчины такая темная сторона есть, то пошел он нахер. Каждый раз, что я играла концерт, даже если это был корпоратив, который невозможно протащить никакого человека, ну, то есть, это закрытое мероприятие, каким-то образом в конце корпоратива вот она, какая-то очередная девушка. Я была уверена, что если эти девушки сменяются каждый день, то это 100% ну, просто девушки, ну, типа девушки, ну, на одну ночь. Ну, просто ты, ну, просто их было очень много. Ну, они же не могли надеяться все, что они его девушки и так далее. Я же даже о таком не могла подумать. Он мне всегда говорил, с этой я иногда занимаюсь любовью, а с этой я просто гуляю, и она как бы хочет меня, но я ей не даю. А это вообще мой менеджер Катя Добрякова, и иногда, ну, как бы мы спим, но вообще ничего такого. И он говорил мне, что они все являются жертвами. Они все жертвы. Они все любят мою силу и мою красоту. И поэтому они хотят меня. И поэтому, когда я ухожу, они страдают. Я думала, ну, ладно, ну, девки смотрели колумбийские, наверное, сериалы или там бразильские. Для них это, типа, вау. На самом деле, меня постоянно триггерила главная его коллега Александра Геосаян, потому что она очень часто выкладывала разные видео из машины, как она счастливая встречает рассвет с ним. И я постоянно, меня просто трясло от этих видео в сердечках, как она счастлива. Я очень сильно ревновала, я звонила им и говорила, что скажи, пожалуйста, ты меня обманываешь? Скажи честно, как бы, мне же не нужно, я двойную игру не переношу. Пожалуйста, скажи честно, открыто. А что он говорил, ты что, это просто коллега, она, типа, она в меня влюблена, у нас ничего нет. Я сидела в свой день рождения на тот момент, пока еще одна в ресторане ожидала свою подругу. Анжела сказала, что он, возможно, придет, но я не была уверена, придет он или нет. И заходит, такой весь красивый, такой в каком-то шикарном, модном комбинезоне. Это было счастьем каким-то, потому что мне было очень приятно. День рождения прекрасный. самая красивая и самая шикарная женщина. Ее зовут Анна, Анна Мария, Куражом Мея, Текиэрю. Телесное выражение. Люблю тебя, а здесь он стерильный. Я сам и знаю, как она секси. Я уже знала, что я беременна, когда он уже знал, что я беременна, я не могу, просто трудотексив. Вот жилетка, в которой он снимался. Ну да, вот лучок, в котором он был. Это комбинезон. Это я его так с утра одела. И жилетка. То есть прямо вот в этом? Да. Про сексуальность другой девушки. Да легко, там просто у меня в телефоне, реально, ну, на всех фотографиях, вон, в моей одежде. Тут ничего для меня, честно говоря, удивительного нет. Про Марию Кантер, скажи мне, как она участвует в этой истории? Она меня спрашивала, что за Анжела, кто сейчас за тобой приедет, ты что в отношениях. Я сказала, да. Я уже была беременна, но я это не озвучила, потому что там был очень маленький срок. А Маша сказала, о, какой симпатичный парень, от него нужно срочно родить ребенка. Я такая, да-да-да, хорошо. И через там буквально пару дней Маша позвонила, сказала, что, слушай, а твой же музыкант, он же может по-испански, по-английски петь из клада, конечно, без проблем. Она такая, у меня день рождения, тогда все деньги в дом, давай его телефон, я с ним договорюсь, чтобы он выступил у меня на дне рождения. И через пару недель после этого я увидела их совместный проект. Это правда, что она даже выписала доверенность на Анжела, на своего ребенка, чтобы он мог его перевозить, и привозить. Слушай, ну я слышала, да, мне говорили, что есть такая какая-то бумага, которую она подписала, да, мне сказали, что... Отец ребенка не был бы счастлив, мне кажется. Я тоже так думаю. А теперь отпусти меня. Пожалуйста. Секунду назад было нежно и сладко, ты спал, я тобой любовалась украдкой. После этого я встречаюсь с Анжелой, потому что у меня с ним спектакль. Я делаю вид, что все нормально, наблюдаю за ним, пытаюсь как-то уже, ну вот эти вот две абсолютно разные реальности как-то скомпоновать в едино, потому что для меня это шок. Я начинаю действительно замечать какие-то повадки, думать, господи, какая я дура, как так, что я этого сегодня видела. и дальше я спрашиваю, а почему вы все-таки расстались с Катей? На что он говорит? Она только хочет бабки от меня, она просто меркантильная. Он такая, да, я знаю, я теперь, сука, все знаю. Но самое главное, что после этого момента, как только он мне рассказывает всю эту реплику, в этот момент подходит отец и мать Ани Беловы, девушка, с которой он сейчас находится. Он обдурил кучи женщин, он обдурил меня. Они были очарованы им. То есть я вижу, как он общается с ними, я понимаю, что они просто в мороке, в неге, не здесь. Ну, потому что каждый верит в, извините за что, писи исключительное, поэтому, что она его сможет удержать, что с ней он будет бесконечно счастлив, да, и вы просто, девочки, там, не понимаете или не делаете то, что делаю я. Боюсь, что здесь их всех ждет проигрыш. Все, что, как бы, все, что я узнала о нем, у меня не укладывается в голове, я не понимаю, как это возможно. Я же знаю, что ты открыла ему дверь и свою, по сути, записную книжку, познакомила его с очень многими людьми, звездами, и он потом пользовался этим. Я на пути, на пути. Своей подруге рассказывал, что ты видишь вот этот дом? Он такой, да, там Дима Билан живет, на Тверской. Вот, она говорит, да, серьезно, в этом доме? Он такой, да. Дима звонит мне каждую ночь, плачет в трубку. Есть же какие-то общие музыкальные знакомые, которые, так или иначе, вот эти всполохи, как бы, этого мнения, они до меня долетали, то, значит, я рыдал, значит, от музыки. Анджела Торрес мне сказал о том, что, Вань, по секрету, на концерте присутствовал Дима Билан, который незаметно в капюшоне туда прошел. Сказал, что звук был вот, отличный. Ну, а я на тот момент искренне верил в то, что человек крутится в этой всей сфере, и что он знает этих людей. И, понятное дело, что тогда мне было, ну, невероятно приятно, что Дима Билан пришел и оценил мою работу. Потом это оказалось неправдой. Я все равно жду Дима Билана на своих концертах. Ну, в общем, даже если я физически не присутствовал, я все равно присутствовал как бы в жизни, получается, Анджела, да? Как-то вот, я не знаю, чем я заслужил такое доверие. Я слышала о том, что он говорит вот там в музыкальной тусе, вот, что мы с ним играли. Это совершенно не так. Более того, даже об этом не было разговора. То есть, может быть, там, если бы мы планировали что-то, а давай сделаем с виолончели супернародные песни и колумбийская виолончель, но нет. Он говорил, что продюсировал группу Saltvine и очень много денег вложил в эту группу. А потом я узнала, что не вложил ни копейки. Но он об этом красовался. Он показывал лайв и он сказал, что он заплатил где-то 500 тысяч рублей за продакшн сам, потому что он продюсер Saltvine. О, Боже! Это же он писал виолончель в эту песню! В целом, ничего неоднозначного как будто бы в начале не было. Впечатление было какое? Это талантливый чувак, мультиноинструменталист, очень богатый. Я не знаю, зачем он это мне сказал много раз. Потом начали всплывать ситуации, в которых я начал узнавать, что там кому-то он сказал, что он там вкладывал в меня деньги, кому-то он сказал, что он там полмиллиона вложил в группу. Где-то там я услышал, что я там чуть ли не бедный студент, он там... Я приехал в Москву, мне помогал с деньгами, хотя я там два года уже жил в Москве на тот момент. И это как-то все меня очень напрягло, потому что мы вроде нормально расстались. Я ему позвонил в тот же день, когда узнал про вот эти вот все разговоры за спиной. Вот. Решил выяснить отношения. Начал мне угрожать тем, что он колумбиец, тем, что... Он говорит, бро, ты знаешь, бро, ты знаешь, как решаются со мной проблемы? Я говорю, я не знаю. Он говорит, бро, колумбиец, ты знаешь, как решаются проблемы со мной? Я говорю, не знаю. Он говорит, я встречу на улице, я спрошу, зачем ты мне звонил в два часа ночи. Я говорю, ну давай встретимся. И он меня заблокировал. Потом в разговоре как-то раз всплыло, что он работал с Леонидом Агутиным, и это чуть ли не любимый музыкант Леонида Агутина. Есть интервью с ним на каком-то достаточно крупном телеканале, где он открыто говорил, что он музыкант Шакиры. Он не просто играл с Шакирой и с Хуанес. Простите, пожалуйста. Это, блядь, чуть ли не он придумал. Подождите. Самое главное, что он описывал характер Шакиры. Играл концерты вместе с известными колумбийскими артистами, как Хуанес, как Шакира. Это было очень круто. Она очень сильная, умная, скромная и дисциплинированная женщина. Очень. Такое количество женщин это от просто желания вот такого страстного колумбийского мужчину иметь много женщин, от удовольствия вранья, такое тоже может быть, или все-таки за этим стояла корысть? Ты знаешь, я нарисовала себе схему, потому что в какой-то момент я запуталась в его связях и поняла, что я уже не могу удерживать в голове такое количество имен и историй. И я четко поняла, что, наверное, помимо Кристины ее семьи, это матери его детей, которые там обеспечивали, так понимаю, все время, что он жил с ними, новой как бы жертвой, кто помогал материально, стала его ученица, вот эта, которая съездила с ним в Казань. Как потом размоталась, когда мы с ней уже близко стали разговаривать, оказалось, что она оплачивала его билеты, когда он летал к детям на Майорку. Ну вот реально, зачем тебе это нужно? Вот представьте даже, если он циничный, к примеру, Альфонс, вот было у него все, у него были очень богатые женщины, которые не догадывались о ком-то другом. И лично про себя могу сказать, я думаю, что другие девушки тоже его очень сильно любили. Ну то есть он такого бы, ну не встретил бы, преданного человека, который бы его поддерживал, который темпераменту ему подходил. То есть вот зачем ему все это нужно? Зачем? Чего он ищет вообще в этой жизни? Он всех выбирал таких, которые беззащитные и которые искали любви. Вот и все. То есть у него возрастная категория абсолютно разная, от 18 до 48, сколько мы уже знаем наших женщин, наш клуб пострадавших, так сказать. Нам казалось, что вот этот человек нас так же любит взаимно. Вот и все. Я узнала, что один его коллега музыкальный, зная о том, что он обманывает всех вокруг, не только женщин, но еще и музыкантов, он ему все время говорил, когда-нибудь ты встретишь не того человека, не ту женщину. И я подумала, пожалуй, ты уже ее встретил. Вы хотели бы сейчас увидеть его? Да. Честно, я даже не знаю, что вы ему сказать. Просто надо перестать делать зло людям. Ты бы хотела посмотреть ему в глаза и все ему высказать? Да, я бы хотела. Ань, может, сходишь за баллончиком? Баллончик с краской. Совершенно непонятно, как мы себя можем повести. Я, например, уже нервничаю. Мы с девочками долго думали, как бы нам сделать мощную ставку, чтобы мы могли поставить точку. Придумали, что лучшего способа нет с ним встретиться, как назначить ему концерт, потому что он любит деньги. Мы написали стихотворение, точнее, не мы. Искусственный интеллект написал стихотворение про колумбийского афериста, наркобарона Ильфонса. Мы бы увидели, как он слушает слова о себе и, возможно, он не поймет, что это о нем стихотворение. Мы бы хотели насладиться моментом присутствовать в зале, поэтому мы хотим скрыть лица и хотим скрыть как бы своей личности, чтобы он не понял и сразу не убежал. Хотим быть в моменте, присутствовать. А они пришли на саундчек? Да, они сейчас там с Лизой разговаривают, с работницей, тоже знает испанский, и, короче, все нормально. Вот отлично. Не могу сказать, что мне нужно было уже как-то мстить ему. Мне хотелось, чтобы он ответил за это, что он понимал, что мы не идиотки, которые ничего не знают и такие наивные ему поклоняемся, а чтобы он понял, что он раскрыт. Я хотела повеселиться, насладиться. Сейчас мы все сделаем. Очень, очень ознаваемый друг. Сейчас, сейчас. Я даже не знала, какие слова подобрать, чтобы сказать ему. То есть я ничего не хотела ему сказать, только в глаза посмотреть. При том, что я заранее понимала, что он удивится, когда меня там увидит. Сегодня у нас для вас сюрприз. Волшебные музыканты. Один из них из России, он композитор Арсений Трофим. Через его коллега и прекрасный музыкант Анжела Торрес. Во-первых, у беременных, как выясняется, есть отдышка, потому что ребенок начинает давить на легкие. Мне и так было нечем дышать. Когда мне надели маску, я поняла, что я вообще задыхаюсь. Когда мне сказал режиссер, давай еще раз пройдем, по лестнице с первого этажа с этажа на второе, я сказала, если вы хотите, чтобы я умерла здесь, то мы можем. Просто я действительно нервничу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно, такая композиция «Прощай любовь», она немножко строгая, поэтому я волнусь, потому что я тоже вспомнила свою любовь, и я хочу прочитать, и Анжел мне поможет. Да, это было. Денису и ты мегаполиса, где сердца замене колоть, сердца замене колоть. Там, где души теряют свой путь, а истина прячется во браке, он вступил в игру, мастер обмана и лжи. Он сказал, давай трех детей от меня, только со мной, и я реально загадала трех детей. Его именно у старых горожан стало словно проклятие гроза. Он знал о слабостях каждого. Одинокий отец, живущий в пентхаусе, у него нефтяные компании, рестораны, ну, просто мечта. Как не влюбиться в такого? О тайных желаниях, о боли и страхе. Он зачинал детей с каждой, как дешевая куртизанка. Он везет меня в Колумбию, он хочет со мной трех детей, жениться. Всей семье тоже надо там побывать, что он всех вообще перевезет. Давал им надежду на любовь, на которую не способен, и потом бросал. Мне действительно было очень хорошо, и это была любовь с первого раза. И он тоже самое мне сказал. Колумбийский аферист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, здравствуйте. Подождите, подождите, мы сейчас... Секундочку, секундочку. У нас здесь все равно происходит съемка. У нас буквально две минуты внимания к вам, потому что есть ситуация, которую, мне кажется, нужно обсудить. Ага, сейчас секунду. Да, давайте... Вы не можете мне составить что-то сделать. Прошу вас. Нет, мы ничего не делаем. Здесь секунду. Мы вообще ничего не делаем. Вот есть Катя, вы ее знаете? Прошу прощения, вы не можете мне составить что-то сделать. Сейчас я не хочу сниматься. Нет, никто не заставляет. Подождите, вас же никто не заставляет. Я ставлю виолончар на месте. Хорошо, вы оставьте. Почему вы не хотите переделать? Я сейчас выйду. Хорошо, я сейчас выйду. Секунду, выход там. У меня там инструменты вещи мои личные. Да, но вы можете... Арсений, ты тоже участвовал на эту историю? Да. Я сделаю вот так. Мне прям хочется. Нет, давайте без рук, Кать. Но послушай, давайте без этого. Вы хотели о чем-то поговорить. Давайте поговорим спокойно. Вот действительно была ситуация у вас с Екатериной. Правильно я понимаю? Расскажите, это правда то, что у вас есть несколько женщин, которых вы обманывали в Москве? Нет, давайте без оскорблений. Давайте, вот вы знаете этих женщин? Просто скажите, да или нет? Нет, это неправильно. Нет, просто скажите, вы знаете этих женщин? Это все, Арсений. Мы вас... Арсений, что это такое? Я не предупреждена, это подстава. Скажи мне, пожалуйста. Скажите, это правда? Вы обманывали женщин? Меня сейчас атакуют и просто оскорбляют меня. Да никто не атакует вас. Здесь что? Все сейчас откроют. Здесь нет никакой на вас атаки. Вы можете просто ответить на вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы мне можете... Нет, не только. Там просто люди меня атакуют... Вы можете мне вот сказать без них? Это правда, что вы обманывали одновременно несколько девушек и что от вас беременны несколько девушек? Нет, я беременна. Катя не от вас беременна? Я не знаю. Это может быть так... Она просто говорит о том, что вы аферисты, что вы специально ее таким образом... Вас пускают, никто вас не трогает. Вы бросили женщину с ребенком. Вы считаете это нормально? Ну просто скажите, потому что в любом случае, вы же видите, что они организовывают даже такую ситуацию, чтобы с вами поговорить, потому что, да, яка бывает не убегает. Меня зовут Ксения Собчак. Анжель, очень приятно. Очень приятно. Смотрите, я с вами не буду разговаривать сейчас, потому что я вообще не знал ничего не знал про эту историю. Я тоже. Нас пригласили сюда, потому что девушки устроили этот вечер и пригласили меня как журналиста, чтобы я это зафиксировала. Что устроили или не устроили, это уже как бы их желание, их дело, но я не знал ничего. Я не знаю, потому что музыканты. Мы просто играли, от сердца число. И меня... Я просто не понимаю. Я думаю, что ты сделаешь. Я тебе говорю, ты что, забыл? Нет, он никто не знал об этой ситуации. Это очень неправильно, что меня оскорбляли, кидали вина в лицо. Я никого не трогал. Это у нас зафиксировано. Просто вы можете скажите, это правда, что как только девушки сняли маски, мы же это все видели, вы сразу решили уйти. Почему? Еще до всего. Потому что я сразу понял, что это постава, это неправильно. В чем постава? Почему они вас тогда преследуют? А зачем они так делают специально? Зачем? Просто, если мы поговорили мирно, просто поговорить, объяснить всю эту историю. Это очень неправильно. Есть шесть историй, абсолютно одинаковых, где девушки рассказывают о том, что вы их обманули, что вы мошенник, что вы у них брали деньги, что вы их бросали. Эта история в любом случае будет. И без вашего слова это будет выглядеть так, что вы от них прячетесь. Есть только одна версия, что она правильная. Я журналист, моя задача дать слово каждому. Я вам обещаю, что если вы сейчас дадите просто нам комментарий, кто все эти девушки и правду ли они говорят, он останется. Это я вам обещаю. Если я бы хотел разговаривать, я бы согласился, да? Если они сказали, что у них заявление или не заявление, вы знаете, что это полностью, это неправда. Хорошо? То есть, как бы, они могут... Я никому не просил ни разу деньги для себя. Я сам с ее и живу абсолютно спокойно, самостоятельно. Это постало, и они хотят пиариться абсолютно. Я с ней это знаю. А ребенок это ваш? Я знаю. Когда родиться, мы сделаем, если что. Но Катя кто? Но вы с ней встречались? Нет, конечно. Я ни с кем не встречался. Они могут сказать, что встречали, не встречались. Вы с Катей Добряковой не встречались. Нет, ребят, подождите, подождите. Нет, давайте девушки. Секунду. Что это такое? Откуда ты появилась? Мы с тобой не общаемся так давно. Вы с Катей, вы сказали, вы с ней не встречались, просто она показывала переписку с вами, фотографии, ваши сообщения. Может быть, были какие-то моменты романтики. Может быть, мы проводили какое-то время вместе, но мы не жили ни разу вместе. Я жил всегда отдельно, но мы, может быть, когда-то ночевали у нее, да, но это не значит, что мы встречались, не встречались. Она может говорить что угодно. Все, что будет с юристами, можем поговорить в суде. С дочерью Киасаяновой встречались? Вау, это вопрос не отвечу. Есть просто масса девушек, которые говорят одно и то же. Хорошо, давайте так, мы договоримся, мы можем спокойненько встретиться и поговорить, я скажу свою версию. Дадите телефон свой? Не даю, не обязательно у них есть. Я гарантирую, что я с вами буду коммуницировать. Хорошо, давайте ваш номер телефона. Плюс семь, можете меня набрать. Нет, я напишу, я сначала поговорю с юристами. Но вы мне дадите свой номер? Нет, я вам позвоню с юристом, когда нужно будет, извините. Меня сейчас остановили люди, закрыли комнату, девочки меня оскорбляли, кидали на меня вино, рубашкой, в лицо, в глаз, и кидали на меня яблоки. Созвонимся? Обязательно, до свидания. Простение. Связь. Пока. Позвольте. 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 Мы знали, что он убежит. Вы довольны тем, что получил? Его лицо на фразе. Каландийский аферизм, это оргазм. Он даже не понял. Нет, он все понял. Он играл. Катя, он сцепился глазами, он узнал, я видела, что он начал чувствовать, он прям вот так, раз, он понял, просто он не ожидал, насколько далеко зайдет. А вам жалко его не было? Нет, мне было, скажу честно, скажу честно, мне стало, то есть вот, когда эта ситуация начала развиваться, я даже Кате говорю, мне почему-то становится жалко, вот это плохо, ужасно, я это в себе откинула нахер, но мне стало жалко, у меня ненависть уже не осталась. Когда я поняла, что его ждет, когда я поняла, как ему будет хреново, мне стало жалко, но я это откинула, просто как силой воли, нахрен. Я правильно понимаю, что уже после расставания вы зарегистрировали его в своей квартире? Да. А как так, если вы расстались? Объясняю, мы расстались, но, звучит, конечно, понимаю. Ну да, но интересно. Идиотка. Мы же кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Ничего страшного, у меня своя версия, своя логика была, сейчас бы я это не сделала. Но почему я так сделала? Объясню. Я не хотела, чтобы это стало поводом для манипуляции мной, чтобы это стало каким-то моментом в наших отношениях. То есть я допускала, что мы можем сойтись вновь. Я его очень сильно еще любила какое-то время. И мне, ну как бы это такая независимая вещь была. Я сделала, чтобы это никак не влияло на нас. То есть, во-первых, я не хотела показать, что я ему мщу. Ну типа, я тебе не мщу, я сделаю тебе регистрацию, ничего от этого не теряю. Он себя вел как человек, реально, как будто он вообще не понимает, о чем речь. Всех видит первый раз в жизни, и это какая-то толпа неадекватных людей. Причем, Кать, ты должна понимать, он сказал, что он тебя вообще практически не знает, что он с тобой не жил, что вы встречались несколько раз, и как бы у вас не было никаких отношений. Это обычная легенда для его всех жен. То есть, он рассказывал про мать своих детей, что она нездорова психически, что она... Просто он ей помогает, что у них ничего нет. Я думаю, такая легенда сохранится у никого и на Кате. в огромном пентхаусе, в огромной квартире. Я думаю, что он в разных странах поднагадил существенно. И я уверена, Слушайте, а честно скажите, вот есть из вас кто-то, кто сохраняет к нему какие-то чувства? Вот вы смотрите на него и понимаете, что все равно какая-то вот... Нет, нет. Смотрите, вот честно, у меня сейчас новые отношения, и я реально очень влюблена. Но у меня чуть-чуть екнуло сегодня. Но любовь ведь, с другой стороны, это же про прощение. А вы его вот сейчас выставили прям на большую аудиторию вот таким вот убегающим трусом. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Есть, мне кажется, предел просто, когда человек ворует, врет, предает, не брезгует вообще ничем. Поэтому здесь грань, он давно уже перешел. Никакого сострадания к нему у меня нет. Он, мне кажется, Арсений, вас он не простит никогда. Что вы сами думаете о том, что произошло сегодня? Это справедливо по отношению к нему такая вот коллективная женская месть? Ну, справедливо или несправедливо? Может разобраться, только тот, кто глубоко изучил события. Так как я музыкально с ним общаюсь, ну, в общем, до этого момента. Вот. Мне надо сложно комментировать. Я могу сказать одно. А вы знали про все эти истории? Нет. Я некоторых людей видел вживую, потому что мы иногда в гости приходили, у меня Анжела. Ну, артисты всегда, много женщин, если он популярен, и выбирает такой полигамный путь. Но у него всегда было вокруг, имеется в виду, много женщин, какая-то такая была всегда атмосфера. Ну, он горячий парень. Можете позволить? Даже если пара продолжишь, ему драть концертами? Не могу сказать. Он вам рассказывал, что он сын какого-то наркобарона. Нет, мы сказали, что у нас богатая семья. Но вам не казалось это странным? Это же абсолютно какая-то история анекдотическая. Я музыкант, но вообще-то я сын наркобарона. Вас не насторожило? Казаха, да. Казаха. Казаха. Да, и я скажу вам правду. В какой-то момент я просто отбросил все это и просто играл с микросселенчалистами. Иначе мне было бы сложно. Хорошо. Какое у вас теперь о нем мнение? Вот вы теперь видите, что, так сказать, полигамия в нашей стране наказуема, как вы видите. Какое у вас мнение? Не сама полигамия, а, возможно, то, та ситуация, где ты причиняешь боль, вред, нечестен. Как вы думаете, он будет с вами еще работать после сегодняшнего? Я с ним точно, потому что у меня отношение такое, что вот если это прекрасно, я вот это воспеваю. Хорошо. Я предлагаю, давайте выпьем шампанского за ваше мероприятие. Но всем остальным, думаю, можно. Налейте, девчонки. Говорил, ты можно. Мы не видим. Так. Ты беременна. Скоро рожать. Это все отражается на твоих чувствах к ребенку? Тебе сложно будет его полюбить? Слушай, это очень сложно, да. Это очень сложно. Я пока не знаю, как у меня с этим. Я пока просто живу. Я сменила 7, 8, 10, я не знаю, психологов, которые мне все говорили, сконцентрируйся на ребенке. Я, честно говоря, понять не могу, как это сконцентрироваться нужно. То есть, когда у тебя внутри все заполнено болью, чувством того, что тебя предали, отсутствием доверия вообще к миру, к мужчинам, к людям. Поэтому для меня этот фильм, он как терапия. Мы сказали, Катя, мы тебя поддержим и вырастем этого ребенка. В конце концов, нет и не надо. Трагедия не в ребенке. Спасибо, что он нам сделал такой подарок. Трагедия не в ребенке. Трагедия в том, что семьи полноценной не будет. В ребенке трагедии нет. А ребенок от нелюбимого мужчины. Я спрашивала, у нее об этом. Говорила, ты подумала, о имени. Ты будешь любить этого ребенка, если у тебя такая ненависть к этому человеку. От Кати я ответа пока не получила. Но она и сама сейчас в таком состоянии, положении. я думаю, если ребенок родится, она его полюбит как мать. И может быть, и будет благодарна за то, что ее... Мы надеемся на то, что эта ситуация разрешится с рождением ребенка. Это очень больная тема. Каждый этот малыш, когда я вижу ребенка еще одной певицы сейчас в соцсетях, то, что родился, мне просто разрывается сердце. Я бы точно оставила ребенка, но, скажу так, я не знаю, смогла ли я бы перенести эту беременность. То есть у меня есть сомнения, что мой организм бы не выдержал. Ребенок, которого Катя носит под сердцем, зачат в момент любви. И, зная Катю, она будет прекрасной мамой. В данном случае, мне кажется, кармически она поступает верно, потому что история с Анной Делви, она тоже показывает, что все стесняются что-то сказать, в итоге это все вырастает в какой-то огромный финансовый ком, где все выглядят просто дураками. Только когда есть какой-то профсоюз из трех женщин, которые берутся, а дальше понятно, что это 30, 40, 50 человек, тогда они начинают хоть как-то бояться вот этой огласки и здесь же тоже вопрос, что это нужно постоянно напоминать. Есть же нет гарантии, что его там вышлют из страны, его арестуют. Это же просто как на каждом столбе он должен стать узнаваемым, что это же тот парень, которого мы видели там-то, там-то. То есть это история про это. Вы же не хотели, чтобы это все вышло на уровень съемок, да? Ни за что. Конечно, не хотели. Ни за что. Я не привыкла грязное белье выносить, ссоры из избы, поэтому хотелось, конечно, обидно за Катю, хотелось, чтобы сложилось все иначе. Мы очень удивлены, что Катя вот затеяла всю эту историю, а теперь понимаем, что она действительно права, что нужно вынести этот ссор из избы и вывезти его на чистую воду. Зачем это все было нужно, как ты считаешь, Кристине, которую он всем представлял, умалишенная, на самом деле использовал для того, чтобы в ее пентхаус водить девушек. Ей зачем это было нужно? И неужели у нее не закрадывалось подозрений, кто все эти девушки, которые почему-то приходят в ее пентхаус? Честно говоря, до сих пор не понимаю, как вся эта семья не могла увидеть того, что на каждой их семейной вечеринке есть 6-7 любовниц его, и они параллельно все находятся на одних квадратных метрах. А у тебя не было желания, вот ты нашла всех, восстановила все эти связи, у тебя не было желания с ней поговорить? Конечно, я это на десерт оставила. То есть мы будем делать это вместе? Я хотела бы. Кристина, здравствуйте. Меня зовут Катя, у меня были отношения с Анжелом на протяжении полутора лет, и я беременна. Это неожиданная информация. Я поняла, что он ужасный лжец. Он лгал тебе, мне и еще многим девушкам с 7 или 8. И еще одна девушка недавно родила от него ребенка. Я очень нервничаю и хочу поговорить с тобой. Вы удивили меня. Если у вас действительно были отношения с ним на протяжении полутора лет, это означает, что у вас были отношения в то же время, что и у меня с ним. Да, так и есть. И я уверена, что ты знала об этом. Ты знала, что он не свободен, но все равно решила начать с ним отношения. Нет. Даже несмотря на то, что у него есть дети. Он говорил мне, что ты больна, что у тебя депрессия и вы давно расстались, но он поддерживает тебя, чтобы ты совсем не сошла с ума. Я не могу поверить, что он мог так лгать. И нас с тобой не двое, у него гораздо больше девушек. Если это правда, то ты должна быть сильной. Я слышала о тебе, мне говорили, что ты хороший человек. Пойми, я не готова слушать все эти истории. Я не хочу ни в чем тебя обвинять. Ты беременна, и тебе лучше заботиться о своем здоровье и не нервничать. В конце концов, твой ребенок, родной брат, сестра моих детей, и моя дверь открыта для тебя. Хорошо? Хорошо. Спасибо тебе за понимание. Да, прошло уже больше шести месяцев. Он заблокировал меня везде. Он просто ужасный человек. Самый ужасный человек. Мне ужасно жаль. Если он такой ужасный человек, тебе лучше забыть его. Я хочу, чтобы ты узнала его историю. Тебе стоило ее рассказать недавним-давно? Я ничего не знала. Ты просто доверилась ему? Да, он приводил в мой дом других девушек и занимался с ним сексом у меня в постели. Это очень бляд. Это очень, как, фак, бляд. Да. Сука, бляд. Да, он водил ко мне домой других девушек, трахался с ними здесь, и он говорил, что это его квартира. Также я была у вас дома не один раз, и все другие девушки тоже. Мне безумно жаль, что это с тобой произошло, но я не могу ничем тебе помочь. Это твой путь, и ты должна быть сильной. Я сейчас в Испании, и мы могли бы встретиться с тобой. Я с радостью увиделась бы. Я хотела бы узнать всю правду. Это очень важно для меня. Нет такой правды, которую бы я рассказала тебе. Спасибо большое тебе, Кристина. Я пришлю тебе все скрины и фото, чтобы ты узнала правду. Передавай привет Лео и Луне. Это ужасно запутанная ситуация, и мы разберемся со всем. Держись. Пока. Вы видите, что она абсолютно нормальная. Она крутая, как вы сказали. Она так классная. Знаешь, если честно, у меня мурашки. У меня тоже, посмотри, у меня вот мурашки, пожалуйста. А то, что ты поняла же, да, что она, как она, как мужественная. Она открыта, да, то, что я там, типа, сильная, то, что я справлюсь. И что наши дети, да, должны все равно знать друг друга, если это все правда. Обалдеть, просто обалдеть. Там нет ни просто доли, понимаешь? Я в шоке, как им удалось одурачить такое количество хороших женщин, добрых. Я просто не понимаю. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»